Какие-то уже деньги Сегодня герои Советского Союза Зою Кусмедемьянскую вспоминают два раза в год В праздник Победы и в день ее рождения А Жене Володиной вспоминают чуть ли не каждый день Она героиня нашего времени Даже преподаватели постоянно зазывают Женю прийти в школу И рассказать ученикам о том, как она покорила весь мир Евгения Володина, как ты вообще, где-то, как-то, чего? Ну как? Ну в Париже что? Ну я сейчас между Парижем и Нью-Йорком, в принципе Вспомни свою юность детства Садись, сделайся вторым Да, да, да Егения Егения, Ю? Да, Ю Но они не могут сказать Евгения Извините, можно автограф? Можно, конечно Как тебя зовут? Лена В школе Женя очень комплексовала из-за своего роста и худобы В 14 лет она была наголову выше своих одноклассников Мальчишки дразнили Женю каланчой И на свидание приглашали ее подруг Я сейчас не смотрю, она совершенно... Ну не модель У нас вообще в классе девочки были очень яркие, красивые девочки Многие танцевали, пели хорошо Я смотрела эти журналы глянцевые Я видела этих топ-моделей, Линда Ванжелистости, Синди Крофорд Мне так хотелось быть наряду с ними Меня это всегда привлекала фотография, значит То есть всегда стоять перед камерой, что-то там делать, какие-то образы Это было для меня всегда очень интересно Но в то время я была слишком стеснительным ребенком И для меня это было немножко тяжело раскрыться как бы сама В 14 лет подруга привела Женю в модельное агентство Володину приняли на работу На должность модели третьей категории с окладом 350 рублей За такую же работу моделям первой категории платили в три раза больше К двум я должна была приходить на работу Я брала с собой обычно уроки на следующий день Чтобы как бы учить, чтобы не приходить после школы, после работы уже И заново садиться и изучать то, что мне нужно на следующий день Вот так, и с двух до шести я должна была находиться здесь На своем рабочем месте Вот, от Кси живет В модельном агентстве на Володину никогда не делали ставку Заказчикам она не нравилась, слишком зажатая Фотографы считали, что в лице Володиной не хватает какой-то изюминки Женя работала на показах, да и то в общей массовке Хореографы были уверены, что Володина со своей походкой отставного солдата Только испортит им шоу Зато сегодня все модели в мире копируют походку Володиной Меня все время ругали за то, что когда я при ходьбе, у меня не выпадляются коленки Вот, но однако после всех этих придирок ко мне Все-таки у меня считается самая лучшая походка в модельном бизнесе, естественно, на Западе То есть, наверное, не зря ругали В 99-м году Женя Володина подала заявку на конкурс Мисс Реклама В то время такие конкурсы были для моделей стартовой площадкой Модельные агентства росли как грибы, а работы для девушек почти не было Единственная возможность выделиться из армии таких же моделей Это занять призовое место на каком-нибудь конкурсе красоты Корона-победительница гарантировала выгодный контракт, славу и деньги Я прошла в десятку Была неделя, в которой я не ходила в школу, а целыми днями висела на этих репетициях Это было просто ужасно Мы заканчивали, начинали с девяти и заканчивали в три утра Это был жесткий просто график Естественно, репетиция к самому конкурсу Там интервью разные на радио, на телевидении Съемки, то есть было немножко тяжело Тем более, это было со мной впервые Но корона-победительница и контракт с французским агентством достались другой Женя заняла только пятое место и получила утешительный приз Первую в своей жизни магнитолу Вот это тот самый динбокс, который мне подарили Это было очень давно Наверное, в 99-м году Он до сих пор жив, как первый мой приз, который я получила за свой титул В 2000-м году в Казань приехал столичный фотограф Алексей Васильев По просьбе французского агентства Он искал в российской провинции девушек с интересными лицами Фотограф попросил агентства подготовить для кастинга ровно 10 моделей 9 манекенщиц, за которых не будет стыдно В агентстве нашли без труда Не хватало 10-й 10-й для ровного счета И взяли Женю Володину Когда нам сказали, что будет кастинг для парижского агентства Естественно, все девочки накрасились Я помню, у меня была какая-то жутко красная помада Черные глаза Это было ужасно И когда мы уже с ним посредственно на кастинге Нас выбрали пятерых девочек Не знаю, как он выбрал Это было тяжело на маску смотреть, наверное Ну, сказал, пойдите смыть Да, естественно, надо было смыть косметику Это мы стояли в туалете и смывали все холодной водой Потому что, естественно, не было никаких там средств с собой Это фотографии Жени Володиной с того самого кастинга Именно ее вместе со снимками других моделей Отправили во французское агентство Ответ пришел сразу Из 10 девушек выбрали только одну Женю Володину Это было ощущение Я обожаю эту девочку На ее даже фотографиях чувствовалась ее энергетика Вот, я говорю, ее класс, ее аристократизм Я думаю, даже некоторые были удивлены, что меня как бы выбрали Я была таким немножко гадким утенком Но я была не сформировавшая еще Не сформировала... О, мой гад В июне 2000 года Володину пригласили на работу в Париж Она только что окончила школу И готовилась к экзаменам в институт Родители надеялись, что Женя станет в их семье первым человеком с высшим образованием Но Володина сказала родителям, что поступать никуда не будет Она едет в Париж Редактор субтитров А.Семкин